В 2015 году в Большом театре состоялась премьера балета композитора Ильи Димутского «Герой нашего времени» по одноименному роману Михаила Лернадова. В начале первого акта балета солирует бас-кларнет, в начале третьего – английский рожок. Второй акт балета «Тамань» открывается развернутым соло-виолончели, и в дальнейшем в этом акте виолончели неоднократно солируют. Балет поставили хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебренников. Согласно задумке режиссера, открывающей соло во всех трех актах, музыкант оркестр играет на сцене, впоследствии возвращаясь в оркестровую яму. Первый и второй акт в этой постановке идут без антракта. Закончился первый акт в оркестровой яме «Сидячий антракт» на сцене смена декораций. Глазами волончелиста все это выглядит так. «Сидячий антракт» «Сидячий антракт» Здесь уже стоят ребят, которые на нас ждут, проходишь и достаешься. Привет, Олег. Вот они уже откатили эту верхнюю фигню, я даже не видно. И ставят вот эту штуку, на которой мы будем сидеть. Гладила шипульная. Ну откройте, посмотри. Не, давай, ничего, подожди. Еще раз, да, давай. Они ставят этот пирс, на который мы садимся. Ну, пультик сами поставим, что-то как надо. Вот они поставили. Поставили. Что-то, Серега, ну, посмотри. Ползаем, да. Ну, не ставь. Все, зерк, вот так. Вот так. Ребята, привет. Все, пожалуйста. Все, все. Пожар, кто ходит? Да. 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 Все, мы здесь садимся. Здесь все нормально. Значит, на словах... Не вижу, что я показываю. На словах... Здесь не чисто. Занайс пошел вверх. Видимо, с воздушиной он играет почти. Ты понял, здесь садишься, да? Вот, вот она, вот она эта штука. Налево лучше не смотреть, потому что там очень яркие фонари, которые мешают. То есть, если посмотришь, то... Давай, не знаю, если вы не нашлись. Глаза потом слышатся. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележки поздно ночью. Часовой черноморский казак услышал звон колокольчик и закричал с просонней диким голосом, кто идет. Вышел урядник и десятник, и я им объяснил, что я офицер. Еду в действующий отряд по казенной надобности и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. Который, извините, подъем, занят. Вверх пойдет, чуть-чуть. Я мы увидим, ты начинаешь... Мучился, начал сердиться. Виде меня куда-нибудь разогнуть, и хоть к черту, только к месту закричал я. Есть еще у меня фантер, отвечал, и сядьте, почесывая затылок. Только вашему благородие не понравится. Поехали. Ты мне чистый. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok